панические атаки это вообще психическое состояние мигрень это мигрень это уже состояние больше больше кровеносной системы и головного мозга и так организация нервной системы нервные системы анатомически то есть по строению своему делится на два отдела это центральная нервная система и периферическая нервная система центральная нервная система это головной мозг и спиной мозг периферическая это соматическая нервная система и вегетативная или автономная нервная система она также будет вегетативная так пожелаете в чате сейчас пойдите Пожелайте в чате маме котиков удачи на литературе. А я вам. И вегетативная нервная система и соматическая, извините, отвлекся. Вот, это периферическая нервная система. Как запомнить вообще, как отделить анатомически центральную нервную систему от вегетативной, от периферической? Ну, вообще, периферия это то, что вокруг заходится, да, на периферии. Это первое. Но самый простой способ. Центральная нервная система всегда лежит в костях, ограничена скелетом. Ограничена скелетом. То есть, защищена скелетом. Головной мозг ограничен у нас с вами черепом. Он находится в черепной коробке. Черепная коробка. Коробка. Спиной мозг это у нас будет с вами позвоночный канал. Господи, позвоночный канал. Вот. А периферическая нервная система это нервы. Нервы нашего с вами организма, которые приходят к нашим мышцам, которые приходят к нашей коже, которые приходят к нашим внутренним органам. И вот автономная система это наши внутренние органы. А я тут внизу, кстати, честно? А, я внизу нахожусь. Это плохо. Я должен был здесь быть. Вот. Это наши внутренние органы. Соматическая система нервная. Это наши мышцы. Мышцы и кожа. И она, эта нервная система, не ограничена никакими костями. Никакие кости периферическую нервную систему не ограничивают. Периферическая нервная система это буквально голые нервы, находящиеся на поверхности. А вот в центральной нервной системе все запоминаем, что она ограничена скелетом. Тут головной мозг в черепном коробке, черепной коробке, которая в черепе. И позвоночный канал, образованный отростками позвонков. Вот черепная коробка и позвоночный канал. С анатомией разобрались. Центральная нервная система. Мы сегодня будем говорить только про центральную нервную систему. Повторю, значит, про головной и про спинной мозг. Это основная часть нервной системы, как человек, так и животных. И главная функция осуществления разного уровня реакции, которая называется рефлексом. В результате деятельности центральной нервной системы мозг отражает вообще-то реальный мир. Во внешнем сознательном мире. И вот, как раз-таки, головной мозг регулирует разного рода сложные или простые рефлексы. Воспринимает раздражители, полученные от внутренних органов, так и из внешнего мира. Это очень важно. Вот это значение центральной нервной системы, а еще и психическая функция. Продолжение следует... Продолжение следует...